здравствуйте дорогие друзья с вами валерий канал бизнес штурман 412 и в сегодняшнем уроке мы с вами поработаем со слоями здесь я приготовил рисуночки 1 и 2 итак дублируем наш фон как на предыдущем уроке рассказывал перетягивая на значок копировая слой закрашиваем его в белый цвет сочетанием клавиш контур долет предварительно выбрал белый цвет переключаемся на второй слой там где у нас бокал и уберем с бокала вот эту наклейку чтоб он был у нас прозрачной немного давайте приблизим кнопка alt и колесиком мышки дает нам увеличение далее открываем инструмент штамп нажимаем кнопку alt и этом рисунке шоу на бокале и затираем левой кнопкой мыши рисунок для этого чтобы затереть на было перед этим поставить крестик вот здесь вот нажимаем alt ставим крестик и потом опять нажимаем левой кнопкой мыши и затираем вот с крестиком ходит и затирает ведь лишнее что там у нас и вот затрем донышко здесь вот у нас тоже такое нажимаем кнопку alt и потом щелкаем здесь ставим крестик и переносим его сюда тоже щелкаем с кнопкой alt теперь нажимаем левой кнопкой мыши и ровненько вводим и все у нас это затирается теперь давайте кнопочку alt и колесико мышки назад возвращаем теперь что мы будем делать с кольцом переключаемся на этот закрываем а кольцо открываем и переходим берем магнитное лассо правой кнопкой мыши выбираем магнитное лассо и выделяем кольцо правой кнопкой мыши выбираем 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 это этот значок мы нажимаем чтоб выбрать слой маску так нажимаем у нас здесь появляется такой значок это маска задний фон у нас убрался и осталось только кольцо которое мы выделили ну давайте возьмем еще ластик уберем здесь вот эти вот пятна тут некрасивые делаем скобочку меньше скобочками на клавиатуре и вот это вот здесь убираем нажимаем да еще за ластик как я говорил тут нужно непрозрачность ставим 60 и нажим ставим 90 89 90 с лишним это чтоб гладкие места сгладить это это же правой кнопкой выше мыши размер выбираем и теперь выбираем прямоугольную область и на кольце на нашем правой кнопкой мыши выбираем свободное трансформирование это мы делаем для того чтобы уменьшить кольцо чтобы поместить его в бокал где-то вот так вот нажимаем кнопку enter чтобы его зафиксировать и инструмент перемещения теперь берем его вот так вот ставим в бокал суда также теперь здесь где у нас кольцо правой кнопкой мыши щелкаем и можем здесь параметры наложения и здесь можно вот тиснение контуры текстуру обводку но это уже тут поэкспериментируйте сами как она будет чтоб лучше смотрелось это кольцо здесь можете по выбирать поэкспериментировать как у вас будет она ну я оставлю это внутреннее свечение нажимаю ok ну вот на этом и основывается принцип работы фотошопа эффекты которые вы наложили на кольцо здесь вот отражаются под ним в этой области вот эти глазики тоже можно отключить видите эффект пропадает если же включаем вот появляется еще раз свечение здесь все у нас переключаются отдельно ну и теперь я расскажу как вам сохранить я сохраню его как проект сохраню сохранить как здесь напишем 2 сохранить окей и сохранить для веб устройств чтоб как картинкой она была у нас ну и чтоб сохранить и не забываем выбирать качество здесь выбираем ставим 100 наилучшее качество и сохраняем и в каком формате джипех джиф выбирайте уже как вам нужно будет и нажимаем сохранить заменить на этом уроке вы посмотрели как проходит выделение как свои можно перемещать перетаскивать не забывайте подписываться на канал и ставить палец вверх до следующего урока